Могу давать? Да, можно. Предложение погулять и вынужденный отказ. Нужно готовиться к экзаменам. Люба Петрова – выпускница. Скоро сдавать ЕГЭ по химии и биологии. В будущем девушка планирует стать медиком. Мне кажется, это благородная профессия, когда помогаешь людям и делаешь это бескорыстно. Профессия сложная. Выучиться на врача непросто. Для поступления в хороший вуз нужны высокие баллы. Поэтому теплые майские дни Люба провела за учебниками. Решает задачи, повторяет химические формулы. Подготовка идет постоянно. Невозможно ничего не делать. Каждый день это хотя бы какому-то предмету, но нужно посвящать время. Отгремели последние звонки. Небольшое время на передышку и снова за учебники. В этом году единый государственный экзамен сдают больше тысячи химкинских выпускников. Обязательные предметы – математика и русский язык. Следующий по популярности – общество знания. Его сдают почти половина одиннадцатиклассников. В этом году ужесточили наказание за нарушение правил. Если ученика поймали на разговорах использование шпаргалки или телефона, пересдать экзамен можно будет только через два года. При этом завалившие испытания могут почти сразу пересдать, получить эти стат и подать заявление в вуз. Если ребенок не сдал русский язык или математик в основные сроки, то можно будет пересдать математику или русский язык в этот же экзаменационный период в резервные дни. То есть это в пределах июня или начала августа, вот прям первые числа июля. А экзамен по выбору можно пересдавать в сентябрьские сроки. Экзамены – это напряжение и колоссальная учебная нагрузка. Не все подростки могут справиться с таким эмоциональным состоянием. Нужна помощь. В первую очередь близких. Для того, чтобы сохранить стабильное состояние, необходимо, безусловно, чтобы дети чувствовали поддержку со стороны своих родителей. И чтобы они понимали, что экзамен для них – это не самый важный момент в жизни. И что после этих экзаменов будет что-то более важное и значимое. Чтобы они понимали, что их оценивают не за оценки. Настраиваться важно не только психологически, но и физически. Врачи рекомендуют не забывать про здоровое питание, прогулки на свежем воздухе и крепкий сон. А за день до экзамена отложить книги и как следует отдохнуть. Свежая голова и спокойствие – залог успешной сдачи экзамена. Ксения Брагина, Андрей Корнилов, Служба новостей.